Приветствую вас на моем канале! Сегодня я буду варить очень вкусное варенье из вишни. Да, очень вкусное, честно. Это рецепт моей свекрови. Сегодня она, кстати, мне и послала эту вишню, с которой я буду варить варенье по ее же рецепту. Это очень вкусный рецепт, очень с пальцами можно съесть, можно кушать бесконечно много. Этот рецепт у нее давно, она варит это варенье каждый год и угощает всех гостей этим вареньем. И все всегда в восторге от этого варенья. Поэтому я хочу поделиться с вами этим рецептом, потому что это вишня в своем соку. Она прям как конфетка нежная, вкусная, карамельная получается в этом сиропе нежнейшем. Очень вкусное варенье. Обязательно посмотрите и обязательно попробуйте приготовить. Тем более, что готовить его совсем нетрудно, очень легко и быстро получается. Там возни совершенно нету, как в других рецептах вишневого варенья, которые я знаю. Ну что, давайте приступим. Вот моя вишня. Здесь ровно килограмм очищенной без косточек. Чистила я вот с помощью такой вот шпильки для волос, потому что у меня нету приспособления, еще не купила себе для очистки косточек. Пробовала разные лайфхаки с интернета с помощью бутылки, с помощью трубочки для соков. Вот обычный такой, сейчас покажу. Вот с помощью такой трубочки тоже. С помощью трубочки чистится, но очень трудно. И большие сильно отверстия с двух сторон получаются тогда. Вот этот как раз тот, что я чистила с помощью трубочки. Вот видите, а сейчас покажу с помощью булавки. Вот с помощью булавки с этой стороны целая, только с этой стороны отверстие получается. В общем, я наловчила с булавкой и килограмм где-то минут 40 я чистила руками. Неудобно, некомфортно и долго. Лучше купить приспособление. Это однозначно. В общем, что касается рецепта. Рецепт на килограмм полтора-два килограмма сахара идет. Почему полтора-два килограмма? Потому что вишня бывает разная. Бывает очень кисло. Бывает кисло-сладкая. Бывает сладенькая вишня. И естественно, все зависит от того, какой вы хотите вкус получить. Более сладкий или более кисловатый. Я буду делать примерно килограмм ягод на полтора килограмма сахара. Потому что у меня вишня более сладенькая. Такая приятная. Ее даже вот так вот просто можно кушать. Не кисло-знаете, не терпкая такая. Не очень кислая, сладенькая вишня у меня. Поэтому я буду делать на полтора килограмма сахара. Смотрите, как я буду засыпать. Я сначала часть вишни вот сюда вот так вот высыплю. Частью сахара вот так вот закрою. Вот так вот. А затем сверху остальную часть вишни. Высыплю сверху. Видите, уже вишня сок пускает. В общем, вот так вот видите, как получается. Вишня очень быстро пускает сок. Поэтому долго ей стоять не нужно. Сейчас это все засыпем сахаром. Вот так вот. И оставим пускать сок. Как только увидим, что вишня пустила достаточно сока, сразу ставим на огонь и будем варить. Кстати, сразу засыпайте сахаром в той посудине, в которой вы будете варить. Я решила варить вот в таком тазу варенье. Чтобы мне было легче аккуратно вот так поддевать снизу ложечкой. Мешать не нужно. Просто поддевать аккуратно, чтобы внизу не пригорал сахар. Ну, всякое бывает. Аккуратно подмешивать снизу. А в кастрюльке неудобно, потому что более прямые стенки края. А здесь более пологие. Поэтому буду варить вот в такой емкости. Я замерю время. И когда у меня пустит сок вишня, я вам скажу, сколько у меня прошло времени. Сколько у меня ушло времени на то, чтобы вишня пустила сок. И будем варить дальше. Вот у меня примерно 3 часа прошло. Но вишня у меня спустила очень мало сока. Ее даже здесь на поверхности не видно. Сок весь на дне. Видно сорт такой, потому что сама вишня маленькая, не крупная. Поэтому мало сочная. Но ничего, я все равно уже больше ждать не буду. Я поставлю на огонь. Буду варить. Вишня нагреется, сахар растворится. И все равно будет сок. Будет сироп и будет вкусно. Еще лучше не будет водянисто. Не придется часто много уваривать, чтобы вываривался сироп лишний. Варим до кипения. Кипятим буквально 4-5 минут и выключаем. И следим, чтобы внизу не пригорало. Желательно варить, конечно, в емкости с толстым дном. У меня такого нет. Только кастрюли есть. Но в кастрюлях неудобно мешать. Потому что вишня может повредиться. Я хочу, чтобы она осталась целенькой. Такой красивой. В общем, пускай сейчас варится. Я включу и покажу вам, когда она уже будет закипать. Вот варенье у меня начинает закипать потихоньку. Я по ходу дела снимаю пенку, чтобы она у меня не прилипала, не прикипала к ягодкам. Не оставляю на потом, потому что она очень липкая и она прилипает к ягодкам. Некрасиво, когда они в пенке, в белом налете. Хочу показать вам для сравнения вот цвет сиропа в начале закипания. Посмотрите. Потом будет немного темнее. Когда еще он настоится и остынет. Вот у меня варенье уже закипело. Я сняла всю пенку. Естественно, выключила плиту. И сейчас оставлю до утра. Стоять сейчас у нас вечер. Уже практически ночь, а не вечер. Оставлю до утра. Утром еще раз закипячу. Чтобы... Смотрите, сироп какой стал красивый. Я хочу, чтобы он немножко еще чуть-чуть теменее стал, насыщеннее цвет. И немножко гуще. Поэтому я оставлю, настаивается. Пускай. И утром еще раз закипячу. И утром разольем пастерилизованным баночкам. Вот настало утро. На ночь я накрывала полотенечком вишню. Сейчас полотенце убрала и снова включила вариться. Сейчас она нагревается только. Доведу до кипения. И снова прокипячу 5 минут. И буду уже разливать по баночкам. Баночки мне нужно сейчас приготовить. Простерилизовать. И крышечки тоже. И покажу вам дальше действие. Вот вишня у меня уже закипает. Пеночки в этот раз, видите, намного меньше образуются. Тоже всю пеночку убираем. Чтоб не было никакого белесого такого налета в баночках на вишнях. Все убираем. Кстати, хотела вам показать. Смотрите, если капнуть на тарелочку. Сироп капельку. Он должен вот так стоять, держаться. Значит, уже сироп готов. Если он стекает, прям капля сбегает с тарелки, значит, еще нужно поварить еще один этап. У меня уже готово. Два раза. Так пахнет вкусный вообще сироп такой. Пять минут уже скоро подходит к концу. Я выключу и буду разливать по баночкам. Вот и все. Будем разливать варенье по баночкам. Варенье готово. Все, пеночку я убрала. Кстати, обязательные условия при варке всех вареньей, даже приборы, которыми вы будете разливать половник, например, или ложку, нужно тоже обдать кипятком, чтобы все было стерильно. Потому что смысл, если здесь стерильно, а это не стерильно, уже прикасается. И там, естественно, какие-то бактерии есть, чтобы не было никаких неприятных процессов. Нужно все отдать кипяточкам. Как красиво получается. И закручиваем. Закручиваю я вот такими крышечками. Такое красивое варенье получается. Это варенье нужно переворачивать. Вот такие вот три баночки из килограмма вишни чищенной, без косточки получилось. Очень красивый сироп получается. Очень красивый цвет. Посмотрите, каждая вишенка целая, красивая, сохранила форму. Вот эту маленькую баночку, вот эту вот мы уже начали кушать. Очень красиво. Сейчас хочу вам показать. Посмотрите, какая красивая вишенка получается. Очень красиво получилось. Кстати, это варенье можно не только употреблять просто в таком виде. Можно использовать как начинку для любой выпечки. Которую для пирогов, для тортов, для бисквитов, для рулетов, для пирожков всяких. Смотрите, какие красивые вишенки получились. И очень вкусно. Это варенье невероятно пахнет. Очень ароматное получается. Обязательно приготовьте и попробуйте. Я уверена, это станет вашим фаворитом среди всех вареньев, которые вы ели. Еще хочешь вишенку? Угу. Понравилось? Угу. Не кисленькая? Сладенькая? Мама, я вижу тебя. Я вижу тебя. Еще хочешь? Угу. Да? Вкусно мне. Вкусно тебе? Да. Вкусно тебе, да, вишня получилась? Угу. Пахнет. 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 Продолжение следует...